Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 ноября, день Павла, назван в честь святого Павла, исповедника архиепископа Цареградского. Он жил в непростое время, когда православные христиане подвергались гонениям со стороны еретиков Ариан, в сторону которых держал и сам император. Павел отставил истинную веру и выступал против ереси. Его отлучили от церкви, изгоняли и арестовывали, но он выстоял, возвращался назад, участвовал в соборе, по утверждению догматов церкви. Потом был сослан в Армению и удавлен Арианами. Становилось очень холодно, на реке появлялся лед, который стоял всю зиму, поэтому этот день называли народе Павлом Ледоставом. Святого Павла, исповедника, почитали покровителем моряком российского флота. Крестьяне сегодня начинали готовиться к зимней рыбалке, они разбирали сети, чинили их, также проводились различные обряды на удачу. Например, задабривали водяного сладостями и звонкой монетой, читали различные заговоры. Приметы. Если лед промерзает грудой на реке, это к урожаю хлеба. Если сегодня снегопад, зима будет снежная. Если сегодня безветренная погода, дело идет к морозам. Если олая заря утром, будет дождь или снег. Если вечером, то будет пасмурная погода. Много звезд видно на небе, идут холода. А если звезд не видно, это к снегопаду. Гуси купаются в воде, это к оттепели. Стая ворон и гала кружится в небе, к снегопаду. Если птицы тихо сидят на ветках деревьев, к морозной и ветреной погоде. То есть вы уже, я вижу, Геннадий Петрович, экспериментальным путем самые разные тонкости знаете. Вот это сюда. Дайте еще одну пачечку мне творога. Мы сделаем более плотную его сейчас. Михаил, творожок. Творожок, да, мы сделаем этот. И мы его вот так вот просто, даже вот так. Я по-простому. Значит, мы сюда добавили еще болгарского перца, еще пачечку творожка и выпили. Ничего остального мы не меняем. То есть мы усилим одновременно и вкус, и, так сказать, белковую составляющую. Так. Попа. Все, тебе две минуты она мешается. И вот попробуйте вот это. Ну, очень хорошо размешивайте, потому что вроде бы жидкости мы не добавляли, а тем не менее коктейль легко смешивается. И сюда берите более сильный блендер для того, чтобы он все перемолол. Орехи можно добавлять? Можно орехи добавлять. Ну, вот есть продукты, которые сочетаются, а которые не совсем сочетаются. Вот орехи, они как-то лучше, лучше вот в этом. Отдельно, да. На самом деле, Геннадий Петрович, я больше уделю внимание вашим рецептам, соответственно, вашим ресурсам, да? Потому что, ну, я вижу, что какие-то есть решения, которые мне даже в голову не приходили. И самое интересное, я в 2000 году путешествовал по Германии, и ко мне приехал навстречу, я там читал лекции, один немец, он, оказывается, тренировал футбольную команду, и приехал, чтобы выразить благодарность, говорит, стали питаться, как у вас там в книгах, и мы выиграли там... Ну, самая лучшая похвала. Свой чемпионат. Ну что, попробуем это. Здоровья. Из-за успеха. Несколько не совсем он перемешался, но, тем не менее, имбирек. Сильбирек вкус. Да, да, вкус заметно изменился, да, чувствуется разница. Дело в том, что, знаете, еще скажу одну особенность. Вот плотные, маленькие, типа имбиря, они все-таки не размешиваются, вот ножи их не берут, поэтому их просто здесь надо ножом хорошенько измельчить, и тогда она так просто-напросто их равномерно по всему объему распределит. Ну, я скажу, что так, мне кажется, даже вкуснее получилось. Получился с имбирем удивительный продукт. Что вы скажете? Очень вкусно. Я вообще люблю имбирь, я люблю чай с имбирем, со свежим. Поэтому, и к этому коктейлю он очень идет. Чувствуется больше, что называется, вкусноты, да, то есть мне на вкус нравится больше. И плюс за счет того, что вы добавили творога, чувствуется, во-первых, некое такое насыщение. Ну и психологически я, как бы, как профессиональный спортсмен понимаю, что я больше получаю белка в этом коктейле. Можно было бы еще добавить и прорушивающую пшеницу, еще бы получился такой более живительный еще продукт. Ну что, все мы съели наши, значит, коктейльчики. Теперь остается идти в спортзал заниматься, чтобы у вас была польза от всего. Доброго вам здоровья, до новых встреч. Доброго здоровья. Доброго здоровья. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные, неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день, а то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok